Евгений Степанович Коковин родился 9 января 1913 года в Соломбайском районе Архангельска в многодетной семье. Начало его сознательной жизни совпало с годами революции и гражданской войны. Отец Степан Андреевич Коковин по морю Зненокса был потомственным моряком, вся жизнь которого была отдана морю, с которым он вынужден был расстаться из-за потери здоровья. Но свою любовь к нелегкой профессии он передал детям. В большой семье жили бедно, но дружно. Матери Татьяне Григорьевне приходилось много работать по дому, обихаживая детей и мужа. Родители будущего писателя были малограмотными людьми, но ценили знания и любили книги. У отца была небольшая библиотека, и маленький Женя, освоив грамоту, рано увлекся чтением. В 1927 году Евгений Коковин поступил в Архангельскую школу морского ученичества и через три года получил диплом судового машиниста. Он побывал на Онегии, Мизене, ходил на Мурман и Бечору, был на Новой Земле. Эти плавания обогатили будущего писателя впечатлениями, познакомили его с интересными людьми. Он любил море, морскую службу, но еще больше его тянуло к литературному труду. Еще в школьные годы у Евгения зародилась мечта стать писателем. Ученики морской школы выпускали журнал «Эхо». Журнал этот, датированный мартом 1928 года, делался при участии 15-летнего Жени Коковина. Он автор помещенного в журнале рассказа «Митька» и стихов «Суд Линча» и «На лыжах». Летом 1929 года на литературном собрании в Доме книги Евгений познакомился с известным писателем Аркадием Петровичем Гайдаром, работавшим в газете «Правда Севера». Юноша прочитал свой рассказ, который Гайдар сначала раскритиковал. Тем не менее, юный автор заинтересовал Аркадия Петровича, и он посоветовал ему написать о соломбальских мальчишках. Евгений последовал совету Гайдара, и в 1931 году северный комсомолец опубликовал его первый рассказ «Дезертир» о комсомольце, который сбежал с ударного фронта лесозаготовок. Через год Евгений Каковин уехал в Москву. Два года работы в издательстве «Молодая гвардия» стали для него хорошей литературной школой и помогли приобрести творческий опыт. После возвращения в Архангельск он стал работать корреспондентом газеты «Лесная промышленность» по Северному краю, одновременно печатая в журнале «Звезда Севера». Основная тема ранних рассказов Каковина – море. Главные герои – смелые капитаны, суровые боцманы, веселые мужественные матросы, полярники, застрявшие во льдах. В рассказе «Случай на Мальте» добродушный негр-богатырь, выведенный из себя, сжигает в пароходной топке злодея-штурмана. В рассказе о бочке боцман Котлов чудом спасается в море на невесте откуда взявшейся бочке. В рассказе «Победоносец» сын моряка Ленька Куликов становится полярным летчиком и спасает в океане людей, запертого во льдах судна, на котором плавал капитаном его отец. Первая книга морских рассказов Евгения Каковина «Возвращение корабля» была издана в 1939 году, а в 1940 году в «Альманахе Север» был опубликован небольшой рассказ «Детство в Соломболе», давший начало будущей трилогии о жизни соломбальских мальчишек. В 1939 году Евгений Степанович Каковин был призван на военную службу. В годы Великой Отечества на войне работал военным корреспондентом газеты «Патриот Родины» в Архангельске в Карелии, и в этот период главное место в его творчестве занимает военная тема. В 1942 году из-под его пера появилась небольшая повесть «Гарнизон маленькой крепости», в которой рассказывается о стойко-защите доты группой красноармейцев. Однажды, выполняя задания редакции, он оказался в подразделении, где готовили издовых собак. Писатель увидел, какую помощь они оказывают людям в боевых условиях, как доставляют на передовую патроны, вывозят раненых с поля боя. Об этом он рассказал в повести «Вожак санитарной упряжки», в центре которой дружба бойца Анисимова с вожаком собачьей упряжки «Малышом». В конце войны писатель был награжден медалью за победу над Германией. После окончания войны Евгений Степанович Каковин вернулся к писательству и своей давней мечте. Повесть «Детство Соломболи» вышла в Архангельском издательстве в 1947 году. Книга о жизни соломбольских мальчишек вместе со взрослыми, участвующими в борьбе против интервентов и белогвардейцев, принесла широкую известность автору, вызвала живой интерес у школьников и получила единогласное одобрение Кассиля, Маршака, Михалкова, а также литературных критиков. Несмотря на успех повести, писатель подверг ее серьезной переработке, увеличился объем, значительно изменились начальные главы, а завязка сюжета стала более продуманной. Повесть в новой редакции вышла в издательстве «Дет Лис» в 1949 году. Тогда же она была удостоена премии на Всесоюзном конкурсе художественных книг для детей. Книга переиздавалась в Болгарии, Венгрии, Польше, Чехословакии, Китае, Финляндии. Позднее Каковин написал вторую часть повести «Морская школа» и третью «Первая любовь». Трилогия получила название «Дети моря». Она в большей мере автобиографическая, тем не менее ее нельзя считать просто пересказом жизни писателя. Трилогия напоминает по построению сюжета, взгляде на исторические события, описанию жизни и быта такие известные произведения, как «Белет парус одиноки» Катаева, «Школу Гайдары», «Кандуиты швамбранью» Касиля. Рассказ трилогии ведется от лица Димки Красова, сына простого матроса с небольшого рыболовного судна. Все события и человеческие отношения автор показывает через восприятие восьмилетнего мальчика, затем подростка, ученика морской школы и, наконец, юноши, постигающего морскую профессию. Повесть «Детство в Соломболе» выдержала более 30 переизданий и стала одной из самых любимых книг детей и подростков. Повесть, инсценированная в 1950 году, много раз транслировалась по просьбе слушателей на всесоюзном радио. В 1947 году Евгений Степанович Каковин стал членом Союза писателей. Он несколько лет руководил Архангельской областной писательской организацией, оказывал поддержку талантливой творческой молодежи. Написал много книг для детей и подростков. Среди них повести «Жили на свете ребята», «Экипаж Боцмана Рябова» или «Необыкновенные приключения маленьких матросов на большой реке», «Солнце в ночи», «Белое крыло», «Волшебная сказка Диньдаг», «Улицы Архангельской рассказывают» и другие. Несколько произведений Евгений Степанович посвятил Аркадию Петровичу Гайдару, которого считал своим первым литературным учителем и наставником. «Маленький лодочник», «Когда создавалась школа», «Лисокат», «Я буду матросом», «Северная звездочка Гайдара». Евгения Степановича Коковина нестала 7 августа 1977 года. В 1988 году Центральной детской библиотеке Архангельска было присвоено его имя. Общий тираж книг Евгения Коковина превысил 2,5 миллиона экземпляров. По его произведениям в Архангельском театре «Нрамы» имени Михаила Васильевича Ломоносова были поставлены пьесы «Штормовую погоду» и «Мальчишки из Соломболы», созданные на основе детства в Соломболе. Для творчества Евгения Коковина характерно большое жанровое разнообразие. Его произведения проникнуты большой любовью к детям, отличаются простым и ярким языком, им присущи занимательные сюжеты. Читайте хорошие книги, приходите в библиотеку знакомиться с творчеством замечательного писателя, которому в 2023 году исполняется 110 лет со дня рождения.